посмотри сколько видео вокруг зацени эти ролики мой друг подпишись на канал ты не забудь поставь лайк и комментатором ты будь привет ребятки мы продолжаем колесить в евро трак симулятор 2 я уже взял собственно груз в минск но тот самый о котором я говорил до 17 тонн бумаги и на вот она наша машиночка volvo и насколько я понимаю на у нас появляется возможность наконец-то поездить без gps и ком без gps и ком такие вот дела шиньки вот насколько я помню выезд он там вот слева поэтому на к погнали включаем сразу фонари огоньки и всякое такое я если честно сейчас знаете на таком полудремным расслабленном настроении вы меня если что не ругайте я вот чего у вас хотел спросить сидел такой и думал а что вы ребята предпочитаете на ночь так вот скажем знаете когда я был маленький махонький я гранина граничил как-то сутки для себя и у меня из распорядка из каких-то там предпочтений хозяев телеканалов выстроился график который я полюбил допустим там вечером на эти ну совсем когда маленький я смотрел спокойно ночи малыши но кто их не смотрел еще чуть старше став я начал уже смотреть и любить такую передачку как ну как передачу фильмы на и стс помните были в 2100 фильмы и стс гарантированно так нас главное главное но ты кутнов придурок главное у нас на хер ли вот так вот молодец просто увидел что что-то короче сбавляю ход и решил видимо бахнуть вперед так а теперь мне за скоростью придется следить самостоятельно и были присматриваться аж в gps куято на самом деле быть может так сложится что мне придется включить все таки эту панельку просто потому что за скоростью неудобно следить потому что далеко монитора я не вижу блин не вижу не особо вижу но он сейчас пока покатаюсь так а там посмотрим короче говоря были фильмы помните по стс не знаю кто смотрел 21 0000 потом они там все время варьировались то фильм на и стс 2100 я вот запомнил эту фразу поэтому даже язык не поворачивается говорить фильм на и стс 20 на фильме с 2200 2100 постоянно вот в том промежутке в том возрасте которым я был маленьким были фильмы на стс я любил смотри для меня это все время сюрприз был я особо не смотрел рекламу то есть я вообще старался тогда стс этот самый смотреть в определенное время опять же он попадал под мое расписание на утро и в то самое утро перед школы я включалась то есть для чего для того чтобы посмотреть мультики там реально были интересные мультики иногда я залипал так что меня прям аж ругали и руганью выводили на улицу в школу а я бесился то что не могу досмотреть заразе серию прям очень хотелось досмотреть это же интересно а тебя на полу на половине досмотренной серии короче говоря берут и вытворяют на улицу в школу там был как сейчас помню каспер я смотрел прям кайфовал но всякие луне тюнзы были и так далее нет луне тюнс на стресс не было там был каспер там что-то еще был ноут каспер я обожал смотреть лилась ничего велись гостича по-моему тоже был снища гарри потали присоу авария нет нет фу я думал сейчас авария будет на красный свет поехал парень видели психанул психанул и таким образом у меня получалось даже что перед школой я кайфовала того что я посмотрю какой-нибудь мультик на стс потом приду обязательно я сажусь за обед и когда родители разрешали в хорошем настроении они тоже позволяли мне идти с едой в зал скамеечку или в свою комнату где тоже был телевизор и я что-нибудь да еще включал то есть обязательно хомячил под что-то только если там какой-нибудь семейный обед или семейный ужин знаете все садятся на кухне и не шагу с кухни как бы ты не сделаешь как бы не хотел вот только такие дни исключали у меня просмотр чего-либо за хавчиком кстати кто сейчас кушает всем приятного аппетита конечно же это да сейчас вам сказал самому жребе хотелось что за магия слова и таким образом день у меня проходил конечно же не за телевизором но целый день делил я на всякие прогулки уроки и компьютерные игры конечно же конечно же куда же без них посиделки с друзьями и вечером тот самый злосчастный фильм на стс 2100 и потом спать вот такие вот денечки у меня были то есть был такой до период жизни потом конечно же были лет летние поездки к бабушке где еще где вообще из телеканалов были только у нас кстати второстепенно но тут вступать до некому были только первый и второй канал но благо благо что стоишь что стоит мент не знаю благо по первому или второму каналу не помню по моему по первому каналу шли покемоны тогда и это тогда порвало от от них у всех детей прям мозг и я был в числе тех самых детей которые кафовали от покемонов и мы с двоюродной сестрой вырывались с улицы где бы ни были будь то мы там на полтора километра дома в каком-нибудь саду гуляем среди яблонь там не знаю кайфуем от белого налива под соль из спичечного коробка мы по-любому вырывались домой чтобы успеть до покемонов то есть ну вот такой вот расписание тоже своеобразная маленькая я вот сидел и думал сейчас же по телевизору нету особого такого чего-то и прям мега хренеть интересного ради которого я бы допустим ну вот сейчас был бы готов подстроить какой-нибудь свой там график или еще что то чтобы вот каждый день прям кровь из носа сидел и смотрел бы это вот нету такого и может быть подумал я может быть у вас что-то такое есть может быть вы мне что-то посоветуйте я просто сейчас был на кухне заваривал чай кофе и там когда я провожу эту особую для себя как это сказать дисциплину нет неправильно короче говоря когда я занимаюсь чем-то на кухне я там по-любому включаю телевизор и периодически смотрю там national geographic или может быть тнт включаю если там comedy club ну просто так расслабиться или вот сейчас я нарвался на телеканал посвященный полностью футболу и у меня посетили мысли а что если бы я допустим был бы одним из тех человек человеков одних одним из тех людей ух нифига себе ухабина какая-то была на дороге одним из тех людей которые допустим каждый вечер по телеканалу посвященному футболу смотрел какой-нибудь там матч это было бы наверное странно потому что я хоть футбол и люблю но но смотрю я определенные матчи допустим я не смог посмотреть супер кубок до барселоны ну вот этот 54 мега матч но не смог пропустить csk спартак то есть мы сидели у родителей я его моя мама брат бабушка еще кто-то там был не помню бы а или был или не был не знаю ну короче мы играли в игру в лес и кто знает эту игру напишите в комментариях играли в лес на кухне я знал что цска спартак этот матч и не мог пропустить я болею за цска многие знают об этом вот этот и зря на перегон порой на вон меня вошел вот это ты зря вовите а здесь машины до придурок не на самом деле я мог сбавить газу и пустить его вперед поступил как засранец потому что мы в компьютерной игре а здесь если не поступаешь как засранец тебе становится скучно или с тобой поступают как засранцы и я даже в игре возвращаясь до к теме от той кухонной посиделки за элис я даже в игре он заставил всех потерпеть немножко и попросил всех потерпеть включил футбол и периодически поглядывал то есть я реально не пропустил этот матч кстати кто за цска болеет могу поздравить спартак я красно-белых я призываю не расстраиваться потому что олень еще делает прям чудеса с командой но на первый взгляд по крайней мере и просто просто это магия слуцкого какая-то я не знаю каким макаром сейчас 21 это счет был извини дружище я не мог тебя пропустить извини я знаю что я гад подлец и всякое такое но я не смог тебя пропустить вот но мне кажется у спартака сейчас чуть-чуть если не уволит олень ничего если опять не начнется вот это вот ты не чемпион ты нам не нужен то подъездники русские классические то спартака сейчас начнется прям белая полоса я ну я предполагаю что это так но в любом случае я конечно же как и всякий болельщик верный своему клубу был рад этой победы победе но возвращаясь к теме я вот все-таки хотел узнать у вас что есть в вашей жизни связанные с телевидением именно с телевидением на что вы не можете никак пропустить то есть возможно это действительно какое-то расписание утром перед работой посмотреть новости так делает мой отец я знаю точно что людей которые делают также как он очень много может быть и среди вас есть такие будет интересно узнать почему нет и быть может вы любите какой-то сериал который идет по телевизору сейчас потому что сейчас некоторые каналы особенно такой такие канал крыта в этом еще что-то 3 там всякие они и в принципе молодцы они запускают зарубежные успешные сериалы у себя в эфире и это должно приносить какой какие-то плоды я видел черные паруса на рэн тв и в принципе я точно знаю многие любят этот сериал и быть может и я короче развлекаюсь поворотниками здесь на этом перекрестке абсолютно вере сотворил он вот может быть вы смотрите какой-то сериал там игра престолов шла по телевизору там вот черные паруса я просто как я очень привык очень зачесался на интернете и те же самые сериалы я смотрю только через интернет хотя конечно я был бы счастлив если бы был бы какой-нибудь ресурс типа steam где ты смог бы завести свой аккаунт оплатить его или быть может просто бесплатно завести его зарегистрироваться и мог бы покупать сериалы а то и фильмы любимые любую тематику с русским переводом конечно же но в общем как steam с играми но только такой ресурс про сериалы и фильмы я был бы только счастлив потому что это было бы удобно ты в любой точке земли мог бы зайти через телефон планшет компьютер свой аккаунт этот ресурс мувим да вы сюда по аналогу со steam и с игрой слов от слова муви на вот и у нас перепутал кнопочку нас дочь пошел и о чем этом дай было бы классно если бы ты смог купить какой-нибудь сериал и в любой точке земного шара смог бы его посмотреть и я конечно не летаю в облаках но мне кажется что подобный ресурс на голову был убрал бы пиратство я серьезно говорю что я думаю что любителей надо почаще до включить дурники любители именно лицензионного контента в последнее время мне кажется много стало и steam origin и их успех ее play вот этих всех ресурсов мне кажется должен подтверждать эту точку зрения потому что конечно пиратство процветает все равно пиратство она и имеется и никуда не пропадется но вот что касается фильмов и сериалов она на просто на высоте какой-то какой-то да если бы был бы какой-то ресурс который позволял бы делать что-то со стимом но что-то 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 что очень похоже на steam но с фильмами из с фух чуть не бомбанулись с фильмами на право посмотрел молодец да легко машина с ними и сериалами то было бы здорово может быть даже ролики какие-нибудь но нет ладно не надо засорять летсплейми этот ресурс фильмы и сериалы вот было бы здорово я опять же точно знаю что в америке есть сайт который делает такое но черт почему сайт вот почему не приложение steam это же удачный пример steam моржин все вот этот юплей она работает почему никто этого не сделать я не знаю хотя я слышал что знаете как она это бывает у тебя в голову влетает и кто-то делает я слышал что кто-то уже занимается подобной штукой причем начали делать это после того как steam объявил что у них появляются фильмы может быть может быть даже в самом стиме это появится скоро вскоре потому что документальные фильмы связаны с играми у них же появилась вообще было бы здорово да я бы и не отказался если бы действительно сам steam лицензировал все эти фильмы у себя там я знаю что в apple в apple story вот этом вот айтюнс да можно покупать фильмы я прекрасно знаю но это программа для владельцев apple все-таки нельзя на любом телефоне и допустим нельзя на компьютере на любом или ну в общем нельзя в любом месте с любого устройства понимаете можно только с устройства apple это немножко не то это было бы тем что я хочу если бы можно было запускать это допустим на компьютере или с android такие дела что-то я решил спросить у вас о том что вы смотрите по телеку и меня просто в дебри каких-то бизнес-планов завели мои мыслим блин красивые места да если честно красивые места очень красивый будет сбавить оба и не зря тут чё ремонтные работы да смотрите ребят ремонтные работы на дорогах забавно придется проезжать аккуратненько ну посмотри сейчас если поедем то можем проскочить там впереди конечно машина значит включим они должны увидеть что мы едем и не поехать вообще по идее мы должны были остановиться там но он блин здорово здорово вообще охренительно я не знаю в оригинале в euro track simulator 2 такое есть такое предусмотрено или нет ребятки расскажите кто знающий офигительное место офигительное было здорово я люблю эти маленькие экспириенции в игре вот пример ближайший мне понравился паровоз поезд который приезжал здорово было сейчас вот этот момент тоже крутым то есть просто не мне просто колесишь вперед на нажал газ как бы едешь да а где-то какие-то маленькие мини сюжеты встречаешь это круто это здорово правый машин нет лично правую полосу свою займем и погнали нормально спокойненько по 90 можно лететь сейчас мы вообще на 80 по моему да ли не мы на 90 как раз сейчас так что особо гнать не буду тем более дождь кому она надо тем более что ограничение уже 70 я не собираюсь сильно там превышать скорость некоторые люди у меня спрашивали моим почему я не летаю я видел многие ютюберы которые евротрак симулятор 2 играют они прямо реально прокачивают зверями покупают свою машину прокачивает его так что можно лететь аж по 200 и ну как бы и не стесняются использовать эту эту скорость они время реально летают бесятся нервирует от того что там где-то машиной помешает где-то поставят фото по эти видеокамеры слежения которые запрещают которые следят за нарушителями они прям реально раздражаются то что не висят я не понимаю этого ты в симуляторе и ведешь себя просто как не знаю кто как вот ну как придурки на дорогах я не я не я реально не понимаю такого ну не знаю мне вот сейчас допустим по кайфу что его как-никак но пытаюсь где-то по правилам ехать это здорово мне нравится это там какой знак был блин направо как по правилам какой знак отлично просто про ухты блин у нас даже крыша есть ой люк крыша есть люк есть в команде сижу так у нас еще крыша есть но резонный вопрос для русской техники хоть это и volvo но мне кажется что она где-то тут была собрана так чё нам там радар показывает вперед по идее до вперед так он суритом справа городишка какой а вот там могилев москва и гомель направо мама в минск визжаем ребятушки мы в минске там чем москва написано а может быть на белорусском языке москва не москва не знаю или может быть меня час проглючила я особо не понимаю так но мы в минске и надо признать знаете город не просто так сделан нет балды то есть он походу довольно большой немножко левее брать сейчас зверь проедет автобус хорошо и сейчас еще раз налево придется поворачивать так ночью господа из минска многие или много или что мы здесь видим правда рассказывайте саритом к лесу обозрение какое-то еще место вообще налево по никого нету общий идеал заезжаем где-нибудь тут развернемся я не знаю давай он там вот развернемся давай 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 вот так вот и сюда вообще хорошо доехали хорошо доехали так вообще знаете чего вообще типа аварийку надо включать не 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 присоединяем как у меня аварийка отключается а вот и есть он первый раз я включил за все это время тише 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 конечно же аварийку надо включать я тупой все это время короче просто так пытался припарковаться что за говна чем не прицеп то вправо летит я не понимаю вот так вот все выпрямили не тихо 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 ну опять его вывел смотри куда вправо что-то у меня сегодня прям с парковкой прям вообще беда давай 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 нет не демене стоять Вот так, вот так, вот так, вот так Хорошо, 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 хорошо И назад, назад, назад Давай, давай, давай Давай, 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 давай Давай, 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 давай Хорошо, наверное Вообще отвратительно, ну ладно ужасно ну давай дим ну что же прицеп очень длинный я прям вообще короче да прямо что такое были у вас такие случаи когда напрямую не можешь поставить и все я по-моему сложен из гораздо более сложной ситуации выпутался вот и все и просто как бы назад да и все да ну что за бред а ну и чё что я делаю почему я каждый раз когда когда вперед еду мне руль выкручен вправо каким таким макаром получается что просто аккуратненько аккуратненько короче знаете чё я я уже беситься начинаю я не понимаю чё за херня давай ка ты встанешь вот и все аккуратно направо просто не 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 вот лично все слова яйца мое-то пипец я просто хочу ащиточку это надо еще еще три раза припарковаться Ну и как бы не хочется опыт терять там и так далее и тому подобное Блин, да, вот это сложная парковка для меня была Странно, Минск, мы тебя одолели Мы тебя одолели, 38 тысяч Ну смотрите, скоро полтос наберем Я думаю, что у нас там по грузам заказ агентства какие есть вообще По традиции сразу выберем Хотя, конечно, знаете, это каждый раз выбираешь Вот, Минск Давайте нажму Ну, прям в России, Минск, Юхнов Но это не Давайте я нажму на Минск и посмотрим Юхнов, Вязьма Этот чуть дальше, Витебск Вот есть, дальше по Беларуси Я хочу в Гомель, есть? Ну-ка, Минск, Вестислав, Минск, Мазырь Вот в Мазырь можно, отсюда в Гомель, наверное, будет Мазырь, Мазырь, Луки Любая это в Польшу, в Люблин Ох, нихрена себе, Минск, Брянск есть Вот такая вот Блин, я бы с удовольствием поехал в Минск, Брянск Но я хочу в Гомель А походу в Гомель не получится Поэтому придется ехать Поэтому придется ехать В Мазырь Только что везти? Цистерна Сахар 22 тонны Или масло 5177 10 тысяч, нихрена себе Ну это из-за того, что расстояние большое Луки Топливная цистерна 5400 Цистерну повезем Взяться за работу Ну-ка Посмотрим Может быть там, конечно, вряд ли В Гомель будет что-то Потому что Гомель прямо в ближайший город Но мало ли, шанс есть То есть самый большой шанс, что Что именно через Мазырь Лимозырь Я не знаю, извините Если я опять ошибаюсь в произношении Так, а что Опять по лагоне Ага Ну тут GPS-ки нету Никакого Поэтому придется как бы своими силами Вот, ладно Ребятки Спасибо за просмотр Я надеюсь на ваши комментарии Точнее Будет интересно почитать Посмотреть Послушать Что вы мне скажете На все поставленные вопросы Ну и Увидимся тогда в новых роликах Всем Хорошего настроения Хорошего дня Пока Привет Специально для тебя Досмотревшего это видео Хочу посоветовать Свой второй Помидорный проект PZR Info Наша команда Усердно работает Для того, чтобы ты Был в курсе Игровых новостей Что там в инди-сфере Как дела на ММО-аренах Что нового На мобильных устройствах Ну и что там происходит Вообще В игровой индустрии Все это на PZR Info А также Ежедневные стримы С разнообразными Интересными стримерами В число которых Можешь попасть И ты Ребята стараются И я уверен Ты зайдешь И оценишь их труд Спасибо тебе Дальше Круче